Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей в студии Телли Гусейн Задей. В начале коротко о главном. На первой пресс-конференции на посту премьер-министра Великобритании Кир Стармер обещал сделать так, чтобы Лондон играл более значительную роль на мировой арене после нескольких лет ухудшения отношений с Европой из-за Брексита и последовавшей за ним политики с уклоном на внутренние дела. Союзники Вашингтона по НАТО считают нынешнего главу Белого дома Джо Байдена одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов, но вместе с тем выражают обеспокоенность по поводу его возраста и состояния управлять страной еще один срок. Американскому лидеру придется предстать во всей красе на грядущем саммите Альянса. Приход ультраправых к власти во Франции может привести к укреплению их позиций в Совете Евросоюза, что также негативно отразится на многих аспектах политики ЕС. Миграционной, климатической, по гендерному равенству об этом убеждены эксперты. Во Франции проходит второй решающий тур парламентских выборов. По их итогам в стране может быть сформировано первое со времен Второй мировой войны ультраправое правительство. Уже к полудню свои голоса отдали более 26% избирателей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел. Это самый высокий показатель с 1981 года, отмечают информационные службы. Уровень явки во втором туре досрочных выборов также обогнал первое. Наиболее активное участие избирателей зафиксировано в департаментах Юга Франции и в Центральной части Республики. Итоги голосования во французской Петрополии будут подведены после закрытия последних избирательных участков. Как ранее сообщил министр внутренних дел Республики Жеральд Эдверманен, безопасность во время второго тура выборов обеспечивает 30 тысяч полицейских и жандармов, из которых 5 тысяч мобилизованы в Париже. Пока голосование проходит без инцидентов. Это важный выбор между фашистами и остальными. Поэтому мы не должны допустить победы фашистов. Мы обязаны проголосовать. Это демократия. Нам повезло, что мы сами голосуем. Если избиратели выбирают партию крайне правых или крайне левых взглядов, то это течение нужно уважать. Президент увидел, что крайности усиливаются. И решил дать людям возможность высказаться. В Европейском Союзе значительно укрепляют свою власть ультраправые. Стоило в Нидерландах сформироваться ультраправому правительству, как ультраправая волна распространилась по всей Европе. Эта волна добралась и до Франции, где первый тур выборов законодательные органы выиграло национальное объединение. Оно тоже находится на правом краю политического спектра и скептически относится к европейскому проекту. Могут ли националисты и противники европейского проекта разрушить союз изнутри? Все подробности в следующем сюжете. Выборы в Европейский парламент принесли немало сюрпризов, и некоторые из них у многих вызывают опасения. В частности, приличный результат в нескольких странах ЕС показали ультраправые силы. Парламентское большинство в европейских странах выборы проиграли. Такие последствия голосования даже привели к переформатированию правительств во Франции и Бельгии. По итогам первого тура до срочных выборов во Франции лидирует правая партия «Национальное объединение». Если она повторит свой успех и во втором туре, получит абсолютное большинство в парламенте. Новым премьер-министром республики станет Жордан Барделла. Жордан Барделла сам по происхождению больше итальяне, чем француз. Точнее, я говорю о французском, у него практически ничего нет. Тем не менее, защищает интересы Франции, понимая, что это интересы и Италии, то есть это все вместе происходит. И то, что в Италии пришли крайние правы, это опять-таки они пришли на волне вот этого миграционного кризиса, вот этой непродуманной миграционной политики. Помимо Франции, аналогичная ситуация складывается и в других ведущих западных странах. Аналитики утверждают, что правые партии будут приходить к власти. Отметим, что в Италии победила руководящая ныне партия «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелани. Она увеличит представительство в Европарламенте более чем вдвое. Со своими 28,8% голосов получит 24 кресла в Европарламенте, что на 14 больше, чем у политсилы было с 2019 года. Аналитики уверены, что приход к власти ультраправых приведет к распаду Европейского Союза. Сегодня, как я понимаю, коренное население Франции, Бельгии, Голландии и других государств, и той же Германии, оно хочет защитить свою собственную, так сказать, территорию, свой собственный образ жизни, и оно хочет, в общем-то, оставаться теми, кто им они есть. Они не хотят, чтобы им навязывали чужие ценности. Это тоже есть один из признаков того, что Евросоюз, в общем-то, не сможет долго жить. Эксперты опасаются, что приход ультраправых к власти во Франции приведет к укреплению их позиций в Совете Евросоюза, что также негативно отразится на многих аспектах политики ЕС – миграционной, климатической, по гендерному равенству. Лидер правой партии Национального объединения Марин Ле Пен неоднократно заявляла, что выступает за выход Франции из ЕС и НАТО, однако позже изменила позицию по этим вопросам. Такой раскол грозит тем, что ЕС в ближайшем будущем может распасться на какие-либо отдельные блоки, но при этом сохраняя свои экономические пространства. Французские чиновники могут отказаться выполнять распоряжения министров, которых могут назначить от правой партии Национальное объединение в случае ее прихода к власти по итогам второго тура выборов, проходящих сегодня. Об этом сообщает газета «Монт» со ссылкой на петицию, которую уже подписали более трех тысяч человек. Директора учебных заведений, генеральные административные инспекторы, присутствующие среди авторов петиции, мотивируют свой призыв отказом от применения мер, противоречащих ценностям республики. Бывший член левой партии, не подчинившаяся Франции, политолог Тома Геноле, ранее объявил о формировании сети сопротивления к крайней правам. Политолог отметил, что сеть будет состоять в основном из государственных служащих, а одним из ее основных методов будет отказ от определенных распоряжений, поступающих чиновникам. Лидер парламентской фракции национального объединения Марин Лепен назвала данную петицию карикатурой, а евродепутат от фракции Фабрис Легерин заявил, что все недовольные могут уволиться. Согласно общему кодексу гражданской службы Франции, чиновники должны выполнять указания своего вышестоящего начальника, если только они не являются явно незаконными и не носят такой характер, что серьезно подрывает общественный интерес. В Совете Европы обеспокоились активной внешнеполитической деятельностью Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, которая 1 июля приняла председательство в Совете Европы. Всего в течение нескольких дней Виктор Орбан провел несколько встреч на высоком уровне с целью регулирования конфликта в Украине, а также укрепления экономического сотрудничества со странами Тюржского мира. Однако такая активность вызвала недовольство Брюсселя, пожелавшего откреститься от венгерского премьера. 5 июля Виктор Орбан прибыл в город Шуша для участия в саммите стран ОТГ. Выступая на встрече, венгерский премьер-министр заявил, что рассматривает ОТГ как очень важную организацию для сотрудничества между Западом и Востоком. И несмотря на то, что саммит не носил официальный характер, глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жузеп Боррель посчитал необходимым выпустить официальное заявление о том, что премьер-министр Венгрии не получал мандат на представление ЕС на саммите ОТГ. ЕС не имеет никакого отношения к саммиту организации тюркских государств. Господин Орбан в ходе своего участия в саммите ОТГ не произнес ни слова о том, что представляет Евросоюз. Участие в саммите ОТГ и выстраивание отношений с тюркскими государствами осуществляется в рамках внешней политики Венгрии, как независимого государства. Темой неформального саммита ОТГ стало построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата. По итогу саммита была подписана Карабахская декларация. Участие Виктора Орбана в саммите ОТГ было также продиктовано стремлением укрепить энергетические и торговые отношения между странами-участниками. Несмотря на явный энергетический кризис, с которым столкнулась Европа, Боррель, судя по его заявлениям, считает уместным позицию избегания взаимодействия и сотрудничества. Известно, что еще в мае в Стамбуле между Организацией тюркских государств и Министерством иностранных дел Венгрии был подписан план совместных действий, целью которого является поддержка развития отношений между Организацией тюркских государств с ЕС. В этом документе были отражены шаги, которые необходимо предпринять в направлении развития отношений между Организацией тюркских государств и Евросоюзом в период председательства Венгрии в ЕС. Уже июль и Венгрия председательствуют в ЕС. Совершенно нормально, что Венгрия желает развивать отношения между Организацией Турецких государств и Евросоюзом во время своего председательства. И это следует приветствовать даже с точки зрения собственных интересов Евросоюза. Это не первая реакция Борреля на внешнеполитическую активность, которую проявляет венгерский лидер. Ранее Виктор Орбан вскоре после визита в Киев 2 июля отправился с необъявленным визитом в Москву. Примечательно, что внешнеполитическая служба ЕС решила прояснить ситуацию лишь в случае визита в Москву, подчеркивая, что Орбан не представлял Евросоюз, тем самым словно открещиваясь от попыток Будапешта по регулированию конфликта между Россией и Украиной. В отличие от большинства политиков в ЕС, Виктор Орбан с самого начала военного конфликта между Москвой и Киевом предвидел последствия игнорирования и бойкотирования Москвы в переговорном процессе. Лишь по прошествии двух лет войны в Европе отчасти стали говорить о необходимости настраивать диалог с Россией. Наблюдая предвзятое отношение к возрастающей популярности венгерского политика, начинает казаться, что в Евросоюзе обеспокоены не столько решением проблем, сколько их созданием. На тему мы продолжим с нашим гостем Фекрет Садыхов, политолог, профессор Западно-Каспийского университета. К нам подключается. Здравствуйте, Фекрет Меолим. Здравствуйте, Телли. Венгерский премьер заявил о рассмотрении УТГ и организации, крайне важной для сотрудничества между Западом и Востоком. Почему такой достаточно справедливый подход Орбана вызвал недовольство Брюсселя? Венгрия всегда подчеркивала, что она близка к тюркским народам по своим историческим традициям, этническим корням и в целом по тем политическим шагам, которые проводит УТГ в мировом масштабе. Это очень важно. Сегодня фактически организация тюркских государств превращается в один из центров силы в мировом масштабе. И не секрет, что эта организация охватывает огромное географическое пространство, транспортные коммуникации. Это, в принципе, позитивная демографическая динамика, наш военный потенциал. Понятно, что это беспокоит определенные силы, и в частности, такие, как Боррель. Боррель всегда отличался своими какими-то неадекватными выступлениями, шагами, действиями. По сути, для нас ничего удивительного в этом нет. В принципе, он обеспокоен тем, что якобы Венгрия присутствовала на этом саммите, представляя Европейский Союз. Это неправда, это вранье Борреля. Потому что Венгрия присутствует как страна, которая является, в принципе, государством, поддерживающим вот эти решения, которые принимаются на уровне организации тюркских государств. Она является страной-наблюдателем. И в этом ничего предосудительного нет. И никто не говорил, что, и не заявлял о том, что Орбан представляет собой ЕС в организации тюркских государств. Венгрия является еще и членом Совета Европы. Венгрия является членом НАТО. Так что она здесь, в Шурше, представляет все эти военно-политические структуры. Боррель вообще, по-моему, перед уходом на пенсию забывает о том, с чем вообще было связано активное участие Венгрии в ОТГ, в саммитах. И о том, что Орбан, руководство в целом Венгрии, уже давно сотрудничает и с Азербайджаном, и с организацией тюркских государств. И в этом абсолютно ничего странного и удивительного нет. Европейский парламент, парламентская ассамблея Совета Европы, как вы считаете, почему они превратились в платформы, пропагандирующие в последнее время исламофобию, тюркофобию и проводящими политику на основе именно этой идеологии? Это или о них беспокоит усиливающаяся мощь тюркского мира, потому что, как я сказал, это огромное географическое пространство, это мощный экономический военный потенциал, Это транспортные коридоры Восток-Запад, это, по сути, развивающаяся экономика, причем достаточно серьезными шагами, идущая к освоению новых каких-то, так сказать, пространственных целей и задач. И это беспокоит. Конечно же, это беспокоит таких, как Боррель. Я думаю, Боррель не один. И те, кто его поддерживает, они прекрасно понимают, что управлять тюркским миром, контролировать его, А тем более давать какие-то указания и являться каким-то спонсором или же, я не знаю, старшим дядей для тюркского мира уже не получается. Тюркский мир сплачивается. Тюркский мир, он един в реализации многих задач, которые он ставит перед собой, а они достаточно системно, последовательно реализуются, притворяются в жизнь. И вот подобные саммиты, саммиты, подобные тому, который прошел в Шуше с принятием соответствующей Карабахской декларации, конечно же, наводит, видимо, определенный страх на эти силы, определенную, так сказать, ну, серьезную, 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 какое-то для них, такой вот фактор, с которым они не смогут справиться, которым им трудно будет просто руководить, контролировать. И это бьет и ударяет по доминирующей роли вот этих ведущих государств, и в том числе тех, кто является основными ведущими силами в Европейском Союзе, потому что они понимают, что они сталкиваются с очень мощной военно-политической силой. Вот поэтому Запад, наверное, обеспокоен именно сближением тюркских государств. Вот даже Ильхам Али в своих выступлениях подчеркивал, что единение тюркского мира – это особый фактор в мировом масштабе. Это, кстати, отмечается и в Карабахской декларации. Фекрет Маймин, как вы считаете, вот насколько все-таки на сегодняшний день важен этот документ Карабахской декларации, насколько важно углублять и развивать наше сотрудничество? Ну, прежде всего, хочу отметить, это очень важно, что организация тюркских государств, она никому не угрожает. Ни Европе, ни Востоку, ни Югу, ни Западу. Это сила, сила политическая. Она приобретает новые масштабы, новые, так сказать, у нее и структурные изменения. Она обогащается за счет взносов стран, членов этой организации. Кстати, Азербайджан внес 2 миллиона долларов в качестве вклада в развитие этой структуры. Мы фактически являемся мощной такой вот экономической, прежде всего, структурой, но, естественно, мы влияем и на принятие политических решений. Это будет в том числе основываться и на тех документах, которые принимаются на подобных саммитах, как в ШУШе. Карабахская декларация – это как раз тот самый правовой документ, который подписали члены организации тюркских государств, и на основе которых будут формироваться их дальнейшие шаги, их дальнейшие действия. А эти действия будут нацелены на серьезные углубления, на упрощение связей, на экономическое сотрудничество, на политические связи, укрепление политических связей, использование природных ресурсов. Понимаете, это та сила, которая не будет зависеть ни от Запада, ни от других каких-то полюсов мира. Вот это является самым главным показателем, самым главным фактором, который сегодня является ведущим символом дальнейшего развития, дальнейшего совершенствования и структуры организации тюркских государств, и его дальнейшего расширения и совершенствования. И как бы ни пугались некоторые западные политики и те, кто возглавляет уже в последние дни Европейский Союз, это будет происходить, будет происходить вопреки их, так сказать, подобным выступлениям, как Боррель, и будет приобретать форму устойчивого развития на дальнейшую, на и краткосрочную, и долгосрочную перспективу. Спасибо большое за ваш комментарий. Фикрет Садыхов, политолог, профессор Западно-Каспийского университета к нам подключался. Мы вернулись. Таким посланием к миру выступил новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свой первый рабочий день на посту. Он обещал сделать так, чтобы Лондон играл более значительную роль на мировой арене после нескольких лет ухудшения отношений с Европой из-за Брексита и продолжить оказывать войну поддержку Украине. Стармер также сообщил о своем намерении изменить подходы к решению проблемы нелегальной миграции, отказавшись от плана консерваторов по отправке нелегалов в Руанду. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, едва вступив в должность, успел уже провести переговоры с международными партнерами, включая президента Украины Владимира Зеленского. На своей первой пресс-конференции Стармер публично заявил, что смена консервативного правительства на кабинет лейбористов никак не повлияет на поддержку Киева со стороны Соединенного Королевства. Главная задача, которая стоит перед новым кабином, это обеспечить внутреннюю безопасность Великобритании и силу за рубежом, руководствуясь принципами единой обороны, сказал он. Для того, чтобы осуществить свои планы, новое правительство поставило перед собой цель увеличить военные расходы до 2,5% от ВВП для ядерного сдерживания и оказания поддержки Киеву. Стармер также заявил о своем намерении посетить предстоящий саммит в Вашингтоне, где главной темой на повестке дня будет конфликт в Украине. «Как вы знаете, я уже совершил ряд международных звонков, чтобы наладить отношения с другими странами и провести действительно важные дискуссии по Украине и другим насущным вопросам. Вашингтон станет для меня возможностью провести дальнейшее обсуждение с лидерами, с которыми я уже говорил и с теми, с кем мне еще предстоит поговорить. Конечно, саммит НАТО очень важен. Я должен на нем абсолютно ясно заявить, что первоочередная обязанность моего правительства – это безопасность и оборона. А также я хочу выразить нашу непоколебимую поддержку Альянсу, как я сделал это вчера президенту Зеленскому». В ходе пресс-конференции Кир Стармер также подтвердил, что его правительство отказалось от планов своих предшественников-консерваторов высылать нелегальных мигрантов в Руанду. По его словам, проект с Руандой был изначально мертворожденным. Он никогда не способствовал сдерживанию потока нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш. Премьер-министр добавил, что он не готов продолжать использовать трюки, которые не имеют никакого эффекта. «Нам придется принимать сложные решения и принимать их как можно скорее, и мы это сделаем. Мы не собираемся действовать под предлогом или говорить на языке, который не отражает суть проблемы. В противном случае мы не сможем решить эту проблему так быстро, как нужно. Работа уже началась, и мы должны внести изменения как можно скорее. Вся эта работа требует определенное время. Я не могу заявлять, что мы сможем все исправить за одну ночь». Соглашение, ранее подписанное между правительством Великобритании и Руанды, предусматривает возможность для обеих стран выйти из него в одностороннем порядке. План, предполагающий отправку прибывающих в Великобританию нелегалов в африканскую страну, был представлен два года назад правительством Бориса Джонсона. Однако его преемники так и не смогли воплотить проект в жизнь из-за сопротивления со стороны правозащитников и Европейского суда по правам человека. При этом власть Руанды уже получили от Лондона 275 миллионов долларов. Премьер-министр Сенегала Усман Сонко тем временем обратился к молодежи Африки с призывом не покидать континент и не стремиться найти для себя лучшую жизнь в государствах Евросоюза. Отметив, что страны, куда стремятся некоторые молодые люди, либо уже находятся в кризисе, либо входят в него и единственный континент, где еще есть значительные возможности для прогресса и роста, это Африка. Несколько дней назад в побережье Мавритании затонуло судно, что привело к гибели 87 мигрантов, которые пытались добраться из Африки в Евросоюз. Среди них в основном были граждане Сенегала и Гамбия. Союзники США по НАТО начали опасаться того, что действующий президент Джо Байден не сможет победить оппонента Дональда Трампа на предстоящих выборах. Кроме того, некоторые страны-альянсы недовольны слишком осторожной политикой Байдена по Украине. Западные лидеры и дипломаты в преддверии юбилейного саммита НАТО в частном порядке выражают серьезную обеспокоенность по поводу возраста, здоровья и способности Джо Байдена одержать победу на предстоящих президентских выборах в США, пишет политика. Журналисты издания пообщались с 20 чиновниками, связанными с Алянсом, и выяснилось, что многие в НАТО начали сомневаться в перспективах Байдена еще до его провала на дебатах с Дональдом Трампом. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. И нельзя быть уверенным, что даже если он победит, он проживет еще четыре года», говорят натовские чиновники. Как пишет политика, в странах НАТО хотят, чтобы Байден остался на второй срок, чтобы снова не иметь дел с Трампом. Но это, судя по всему, не очень обнадеживает. Чтобы развеять эти опасения, действующий глава Белого дома должен убедить своих союзников в том, что он действительно готов побороться за переизбрание на пост и своей способностью преодолеть политический кризис. Отмечается также, что Байдуну необходимо публично продемонстрировать свои лидерские качества на саммите НАТО в Вашингтоне. Между тем, сторонники действующего президента разделились во мнении о том, подходит ли он для продолжения руководства страной на еще один срок. Некоторые считают главу Белого дома лучшим кандидатом, а другие, назвав Байдена одним из лучших президентов в истории Соединенных Штатов, вместе с тем выражают обеспокоенность по поводу его возраста и состояния. Я считаю, что Джо Байден жизнеспособный кандидат. Я думаю, он должен продолжать выполнять свою работу. Он тот президент, в котором мы все нуждаемся. Вы только ради всего святого сравните его с Трампом. Байден сделал для нас только всего, и сделанная им работа никуда не денется. Байден хороший президент, но его физическое состояние показывает, что это уже не тот человек. Время назад не отмотаешь. Мы не молодеем. И что бы он ни говорил, да, это здорово, однако старость победить невозможно. Шансами Байдена победить Трампа беспокоен также члены демократической партии в Конгрессе США. Как сообщают американские СМИ, демократы выражают свои беспокойства в частных разговорах за закрытыми дверьми. Телеканал CNN подчеркивает, что проблема Байдена хотят обсудить в воскресенье в рамках звонка с демократами в Палате представителей. Однако сам президент уверяет, что все губернаторы демократа желают, чтобы он остался в гонке. Я могу победить Дональда Трампа, так как я уже побеждал его и добился большего, чем любой другой президент. Я поговорил, по крайней мере, с 20 губернаторами, и они сказали мне оставаться в гонке. Я уверен, что смогу прослужить ещё четыре года. Да и сам Дональд Трамп посоветовал действующему главе американской администрации не выходить из президентской гонки. По словам Трампа, глава Белого дома должен игнорировать своих многочисленных критиков и двигаться вперёд с рвением и силой со своей мощной и далеко идущей предвыборной кампанией. Помимо этого, экс-президент пожелал Байдуна быть таким же сообразительным, точным и энергичным, как на дебатах. Гонка за кресло главы Белого дома никогда не была такой странной. С одной стороны, возраст кандидатов в президенты США может повлиять на их шансы на выборах. Одному из них 82, другому 78. С другой матч и реванш кандидатов. И если раньше демократы были более-менее спокойны, то сейчас от их спокойствия не осталось и следа. Действующий президент США Джо Байден не справился со своей задачей. Его рейтинг стремительно падает после провальных дебатов. О ходе самой странной президентской гонки в следующем материале. Исход президентской гонки 2024 остается центральным вопросом для всех наблюдающих за американской политикой. 27 июня в США прошли дебаты между наиболее вероятными кандидатами в президенты, Джо Байденом от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской. Уже через несколько минут после их начала контраст между кандидатами был очевиден. Дебаты обернулись провалом для Байдена, который допустил множество ошибок, часто сбивался, замирал, от чего внимание всех было приковано к его неадекватному поведению. Чего не скажешь о бодрствующем Трампе, который несколько раз подчеркивал, что не понимал, о чем говорил его оппонент. По мнению экспертов, любая политическая структура проходит через разные этапы своего развития. Начало, восхождение, стабилизация, кризис и закат. Американская политическая система входит в этап, в фазу кризиса, о чем свидетельствует то, что среди 350 миллионов людей не нашлось двух других граждан, кроме Джо Байдена и Дональда Трампа, двух других претендентов на пост президента самой влиятельной страны в мире, вот этот кризис является естественным в развитии такой сложной, динамичной и влиятельной системы, как США. Там настолько много, настолько сильных интересов сталкивается, что в какой-то момент должно произойти кризисное событие для того, чтобы обновить систему. Корейба считает, что нынешняя схватка двух кандидатов Байдена и Трампа станет концом определенного этапа в истории Америки. После этого наступит новый этап развития США. По словам политологов, вполне возможно, что президентство Байдена и Трампа нужно для того, чтобы Америка осмыслила, хочет ли она быть лидером в современном мире или же нет. То, что они могут, то, что есть объективные материальные предпосылки, это одно другое дело наличия политической воли для того, чтобы быть лидером. Так что, кроме того, что обновляется политическая система США, на нынешних выборах обновляется и некая самоидентификация США, как государство, которое то ли хочет, то ли не захочет больше быть лидером так называемого свободного, то есть демократического западного мира. Напомним, что очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США. Эльвин Абдулаев, Балифа Бахшиева, CBC. Более 3000 человек вышли на акции против массового туризма в Каталонии. Представители более 140 барселонских организаций на митинге призвали ввести ограничения на туризм. Организаторы акций протеста уверены, что массовый приток туристов усугубляет социальное неравенство, проблемы с доступом к жилью и экологический кризис в Испании. Ранее мэр Барселоны Жоуме Кальбони заявил, что планирует сократить количество туристических апартаментов в городе. Однако протестующие считают, что вместо этого он создаст 15 тысяч дополнительных гостиничных мест в Барселоне и ее окрестностях. В городе Жерон, в свою очередь, протестующие расклеили плакаты. На домах на них было написано, что туристы вытесняют жителей. Активисты в Пальма-де-Майорке призвали местные власти запретить людям, которые живут там меньше пяти лет, приобретать недвижимость. В конце апреля первые демонстрации против массового туризма в Испании прошли на Канарских и Болярских островах. Проблемы с чрезмерным туризмом последние два года беспокоят и Грецию. В 2023 году Афины приняли более 7 миллионов иностранцев, а в этом году, по прогнозам экспертов, их число увеличится на 20%. Из-за наплыва туристов местным жителям все труднее снять жилье, а мэрия греческой столицы жалуется, что львиная доля доходов от туризма уходит к государству, минуя городской бюджет. Одна из мер, уже предложенных местным муниципалитетом, заключается в том, чтобы туристическая пошлина, которая в пятизвездочных отелях составляет до 10 евро, направлялась, как почти во всей Европе, в бюджет города, чтобы развивалась инфраструктура. Евразийский банк развития представил на днях 10 системных элементов концепции Евразийского транспортного каркаса. Как было заявлено на ежегодном собрании в Алматы, целью концепции является создание устойчивых, доступных и эффективных транспортных связей для всего евразийского пространства. Концепция Евразийского транспортного каркаса, разработанная Евразийским банком развития, основывается на анализе текущего состояния и прогнозе развития пяти ключевых транспортных коридоров в регионе, включая проекты и инициативы по дальнейшему развитию. Каркас представляет собой сеть международных транспортных коридоров, соединяющих Азию, Европу и Ближний Восток. Эти маршруты протяженностью более 50 тысяч километров обеспечивают внутреннюю и трансконтинентальную связность стран региона. Отмечено, что в условиях усиления геополитических напряженностей и санкций против России, евразийский транспортный каркас является важной альтернативой, обеспечивающей стабильные и эффективные грузоперевозки. В тот момент, когда он предлагался, это был очень интересный проект, потому что, ну, в принципе, имели дело со странами, которые имели, так сказать, какое-то общее возможности вхождения на мировую рубль. Ведь еще не было, вы помните, в феврале 2022 года Россия не находилась под санкциями и, так сказать, взаимодействие, ну, она имела, так сказать, глобальную связь и тому подобное. Но все, конечно же, изменил 2022 год, потому что Россия сейчас находится под колоссальным количеством станций и все те концепции, которые предлагались, ну, буквально до 2022 года, они теперь изменились. В 2023 году была попытка пересмотра данной концепции в целом, да, транспортного каркаса. И вот, я так понимаю, уже под это дело и была создана такая концепция, уже не концепция, а вот, собственно говоря, более четко разработана концепция транспортного каркаса. В 2023 году суммарный объем международных перевозок грузов по пяти коридорам Евразийского транспортного каркаса составил 260 миллионов тонн или свыше 3,5 миллиона контейнеров. Особое внимание уделено внешнеторговым и транзитным контейнерным перевозкам, особенно в сообщении с Китаем, где с 2013 года движение грузов выросло в 200 раз. Концепция подчеркивает важность развития мультимодальных транспортных и транзитных коридоров в Центральной Азии для роста международных перевозок. Документ также предлагает развитие так называемой мягкой инфраструктуры, в том числе за счет гармонизации, координации и цифровизации транспортных сервисов. Это позволит снизить транспортные издержки до 15%. Фактическая инфраструктура – это, грубо говоря, построенные хорошие железные дороги, построенные хорошие автомобильные дороги и тому подобное. А мягкая инфраструктура – это о том, как долго товары будут задерживаться на границах государства. То есть, какие там будут таможенные пошлины, как долго будут оформляться грузы и тому подобное. Это в наших условиях даже может приобретать еще более важное значение. Потому что, как вы поняли, в рамках санкционного режима, если товары имеют возможность физического перемещения, но они не будут периодически невозможны переместить, а какой смысл? Поэтому мягкая инфраструктура имеет огромную роль. И сейчас именно две страны отрабатывают, вернее, отработали очень хорошо эти моменты. Опять же, кто это? Это Кавастан и Азербайджан. У нас идет единая цифровая база создается, у нас есть возможность быстрой перегрузки, у нас мультимодальные маршруты. Все это растет, все это работает. Азербайджан, находящийся на пересечении Европы и Азии, становится мостом между двумя континентами. Развитие транспортной инфраструктуры в республике способствует снижению транспортных издержек, улучшению связи между регионами и созданию более благоприятных условий для международной торговли. По прогнозам Евразийского банка развития, перевозки грузов по трем ключевым коридорам, проходящим через Южный Кавказ и Центральную Азию, возрастут к 2030 году в полтора раза. До 95 миллионов тонн, а контейнерный трафик увеличится почти в две трети. Сара Алиева, CBC Ну и завершение в Баку проходит фестиваль электромобилей, организованный в рамках года солидарности во имя зеленого мира и в преддверии КОП-29. На фестивале, имеющем большое значение в области экологии, представлены транспортные средства, которые не нанесут вреда нашей планете, а именно зеленые автомобили. Ну, все подробности у моей коллеги Пиариду Немалиевой, которая отслеживает ход мероприятия, она к нам подключается. Объединить любителей электромобилей, а также скептиков, показать важность электромобилей для жизни в экологически чистой среде. Вот основная цель сегодняшнего фестиваля. Здравствуйте, Ли! Съемочная группа CBC находится в Белом городе. Сегодня жителям столицы представилась уникальная возможность принять участие в фестивале и даже стать частью фестиваля. Владельцы электромобилей сами представляют свои машины, рассказывают о преимуществах транспорта. Здесь выставлены транспортные средства, которые не наносят вреда нашей планете. Так называемые зеленые автомобили. Как отметили участники фестиваля, электромобили работают с нулевым уровнем выброса и предотвращают выброс СО2 и других вредных газов в атмосферу. Помимо того, что это важный шаг в борьбе с изменением климата, он также улучшает качество воздуха и служит здоровью людей. На фестивале, имеющем большое значение как в сфере экологии, так и в сфере культуры, представлена музыкальная программа. Также запланировано награждение победителей в различных номинациях. Ну что ж ты, Ли, у меня на этом все. Тебе слово. Ну, спасибо большое за информацию. К нам подключалась Пиарея Дмитрия Малиева. Ну, а у нас к этому часу все. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч.